Мы единственные, кто в России на сегодняшний момент, кто занимается выпуском утеплителя из растительного волокна. Единственный, по сути, уникальный завод по производству утеплителя из льна, соломы и конопли располагается в бывшем коровнике. Несмотря на это, продукции отсюда расходятся во многие крупные города страны. Екатеринбург, Москва, Казань, Нижний Новгород. Главные потребители – компании, занимающиеся индивидуальным жилищным строительством. Он используется, он может использоваться как засыпной утеплитель, точно так же, как и задувной утеплитель. Область применения – это наружные ограждающие конструкции стен, перекрытие кровли. То есть все те элементы, которые требуют необходимого дополнительного утепления при проектировании и строительстве зданий. Это раньше из льна делали ткани, одежду, а сегодня в основном производят паклю. Да и та не особо востребована. Вот и стали в хозяйстве благодать искать иное применение этому растению. Льна отрасли, она такая уже морально, физически устаревшая у нас в России. Производство, скажем так, следующего этапа, конечного продукта, утеплителя, она возникла в результате того, что нет достойной цены на паклю. Потому что паклю сейчас мало кто использует, вообще потеряны. Ну, скажем так, просто специалист и более удобно использовать пену, хотя это экологически чистый материал. И вот сейчас мы работаем с катонинными заводами. В основном у нас на рынке представлен минераловатный утеплитель. Он что представляет из себя? Да, это расплав базальтовых горных пород. Базальтовая горная порода, она получается в результате извержения лавы вулкана. И сама по себе уже имеет радиационный фонд. Поэтому говорить о том, что минераловатный утеплитель, он экологически чистый, это не совсем верно и правильно. Потому что исходное сырье уже имеет повышенный радиационный фонд. В 2020 году разработали проект по дальнейшей переработке волокна льна в утеплитель. В 2021 купили и установили линию. А в 2022 начали выпускать новый продукт. И на удивление он стал более востребован, чем сам лен. Производство утеплителя у нас начинается с начального этапа. Берется сырье, загружается в измельчитель. После измельчителя по пневмотранспорту материал подается в распушитель. Из распушителя по пневмотранспорту подается взбиватель. Из взбивателя по пневмотранспорту, который оборудован форсунками с подачей химии, потому что мы подаем от 3 до 5% антибиопиренов, для того, чтобы материал не горел и в нем не заводилась всякая живность, он поступает после этого в приемный бункер. Оборудование системой аспирации, чтобы удалить пыль из материала. И из приемного бункера он выгружается в мешки. В результате мы получаем утеплитель, который не поддерживает горение. Температура зажигалки от 500 до 800 градусов. Рядом еще одна линия, на которой производится сам лен. Ну, точнее, льноволокно. Собственно, она-то и была первой. Собранный в поле лен скручивается в рулоны и привозится сюда. Лен после размотки попадает в сушильную камеру. Из сушильной камеры он выходит у нас сюда, поступает на трясилку. С трясилки уходит кастрально по пневмотранспорту. А все остальное по пневмотранспорту дается на линию длинного волокна, где он расчесывается. В результате на выходе мы получаем паклю, которая взвешивается и брикетируется прессом для дальнейшей отправки либо конечному потребителю, либо идет на линию по производству утеплителя в переработку. Еще один компонент утеплителя – ржаная солома. Продукт, который тоже нигде не востребован. Ее обычно оставляют в поле и запахивают, как удобрение. Но ржаная солома гниет плохо. Для полного перегнивания в почве ей нужно минимум 7 лет. А на открытом воздухе она вообще не гниет. И это свойство как нельзя лучше подходит для утеплителя. Ну и третий компонент – конопля. Она дает такое же волокно, как и лен, только более грубое. Выращивают это все сами. Да еще и соседей подтянули. Тем тоже лен был одевать некуда. Создали кооператив. Теперь уже 4000 гектаров льна выращивают и планируют расширяться. На сегодняшний момент производительность линии составляет от 800 до 1000 метров кубических утеплителя в месяц. В планах у нас стоит увеличение производительности линии в три раза. То есть мы планируем выйти на производительность 3000 метров кубических в месяц. Говоря современным языком, планируют провести апгрейд оборудования, увеличив производительность этой линии. Мы сейчас работаем в одну смену. Планируется увеличение сменности. То есть где-то от 30 до 50 человек будет задействовано на предприятие. Но получение строительного утеплителя из льна – это только один из бизнес-проектов данного предприятия. Ведь не случайно лен раньше использовали для производства одежды. Он обладает гипоаллергенными и антисептическими свойствами. И сейчас в хозяйстве ведут переговоры с производителями спортивной одежды о поставке им льноволокна. Одно из направлений, которое сейчас широко применяется, разработчики спортивной одежды, в том числе Адидас и прочее, начали добавлять волокна льна в состав синтетики для того, чтобы лен обладает таким уникальным свойством, что он убивает бактерии и не дает возможности размножаться их вообще. И одежда приобретает свойства, оно не пахнет. Ну и третье направление, которое сейчас на предприятии активно прорабатывают – это производство строительных блоков. Ведь чистое волокно – это всего 25% растения. А три четверти – это одеревеневшие остатки, так называемые костра. Сегодня ее используют как топливо для сжигания в котельной. В будущем она станет основой для цементных блоков. Кстати, так же, как ржаная солома. Спасибо.